Я хочу предоставить слово ректору Московской консерватории профессору Александру Сергеевичу Соколову. Спасибо, дорогие коллеги. Мне очень приятно открывать эту конференцию, которая на самом деле отмечает такой период жизни консерватории, который очень значим, очень сложен. И страшно сказать, что половину этой эпохи, и кафедры истории музыки я просто помню сам, потому что меня студентом, это был 68-й год, как раз заставить Ивановича Кандинского, молодого, полного сил и очень подружеско и поотеческо общавшегося как раз со студентами. Поэтому это была замечательная пора жизни, очень интересная. В это время было много таких движений, достаточно понятных сейчас через призму времени, но тогда, принимавшихся с удивлением, когда вдруг возникла отдельная кафедра истории советской музыки, музыкальной критики. Тогда профессор Тараканов его сглодал. Значит, было некоторое какое-то дистанцирование. Ну, потом колесо истории провернулось, опять Алексей Иванович собрался под свои знамена. И на самом деле возникло продолжение замечательной традиции, которая отмечена большим количеством публикаций, наручных конференций. А самое главное, тех музыковедов, которые вышли вот из-под этого крыла и сегодня уже, собственно, представляют передний край нашей музыковедческой науки. Вот в дальнейшем, Лена Геннадьевна Сорокина, которую приняла от Алексея Ивановича Кафедра, Наталья Николаевна Гидиалова, сейчас Ирина Аднулина Скворцова. Совершенно очевиден гендерный акцент, что у нас не так часто бывает. То есть, кафедра «Теория музыки» как-то чисто мужская всегда была, а вот кафедра «История русской музыки» имеет некоторый такой замечательный баланс. Но мне хочется сказать, что вот эта конференция, она для нас традиционна, потому что мы довольно часто проводим такого рода форумы, имея в виду и некоторую перспективу, потому что она всегда интересна, но в не меньшей степени, конечно, интересна и перспектива, то есть то, во что, собственно, устремлены и маститые ученые, и начинающие. Поэтому вот этот сектор аспирантско-студенческий, он тоже становится для нас привычным. И для нас и на время народной конференции это уже стало такой традицией. И мы, конечно, с большим интересом смотрим, что у них там на уме. И в этот раз точно так же все это будет происходить. Здесь есть и пленарные доклады, есть и круглые столы, есть и то, что сопровождает как некоторую зону дискуссии, основную конференцию. Я думаю, что вот вся эта неделя практически в ее оставшейся части будет очень содержать насыщенное. О чем хотел бы попросить. У нас всегда бывает такая проблема, она всегда решается, но тем не менее подлежащий камень, как известно, вода не течет. Я имею в виду текст. Потому что, естественно, кто-то уже приехал с готовым текстом, кто-то приехал с формировавшимися намерениями, но не успел написать. Так вот, просьба очень большая, чтобы в самые кратчайшие сроки вот такого рода материал был нам представлен. Это в наших общих интересах, потому что у нас всегда после конференции выходит сборник. Сборники тут же становятся, собственно, достоянием широкой музыковической общественности. И в этот раз должно быть точно так же. Поэтому желаю вам успеха и хорошего общения в рамках этой конференции. Также вот изначально прошу вас не упустить из виду эту нашу потребность. Ну и, соответственно, добрый путь. Большое вам спасибо за то, что приехали. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Слово представляется проректором Московской константрии Константин Владимировичевым. Профессором Константин Владимировичем. Спасибо. Ну, я буквально в двух словах хочу поприветствовать всех участников, поздравить замечательным юбилеем кафедры. 80 лет. Кафедра имеет очень богатую и непростую историю, о чем, кстати, косвенно свидетельствует вот эта перемена названий. Причем, эти сложности были связаны и с совершенно объективными внешними, и с какими-то внутренними причинами. Но главное то, что сейчас, на данный момент, они все преодолены. И кафедра является сейчас одной из ведущих научных кафедр консерватории. Она относится к историко-теолитическому факультету и ведет очень-очень интенсивную научную деятельность. На ней занимаются и дипломники, и аспиранты. И, конечно, мы ожидаем очень много от деятельности этой камеры. И, конечно, специальные проекты. Это не только к юбилею, но и целый ряд других конференций были организованы при участии кафедры истории русской музыки. Особенно мне бы хотелось поприветствовать наших гостей, которых в этот раз довольно много. Я вот с удовольствием вижу представителей Казани, Ростова-на-Дону, Кишинева, Саратова. Может быть, кого-то и не угодно. Но очень рад вас всех видеть. Это наша сотрудничество традиционное. И, конечно, будет укрепляться, продолжаться. И мы все очень вам благодарны. Ну и несколько слов о некоторых таких структурных особенностях этой конференции, помимо обычных заседаний, вот вы в программках увидите, есть концерт в зале имени Месковского. И, кроме этого, есть еще междисциплинарный круглый стол на тему пути изучения русской культуры в 21 веке. Вот такие формы не только доклада, но и дискуссии свободные, ну, с заранее заявленными участниками. Но это не значит, что другие не могут принять участие в этом обсуждении. Это обсуждение свободное, открытое. И всех приглашаем посетить не только заседания и доклады, но и круглый стол. Ну и хочется пожелать успеха этой конференции. Собственно, мы не сомневаемся в ее успехе. Об этом свидетельствует. Это гарантировано уже составом участников. Это гарантировано той работой, которая была проделана. И еще будет, вот как сказал Александр Сергеевич, мы будем готовить сборник. Ну и мне остается только передать слово заведующей кафедрой профессору, доктору искусствоведения, Ирине Арнольдовне Створцовой. Пожалуйста. Спасибо. Я хочу тоже вслед за Александром Сергеевичем, Константином Владимировичем поздравить всех участников, поугадать всех, кто сегодня пришел в наше открытие. Дело в том, что для нас это очень такой журтрепещущий момент. Кафедре исполнилось 80 лет. И поводом, конечно, для нашей конференции был этот юбилей. 80 лет – большой срок. За это время, конечно, кафедра менялась, менялась ее название, менялись ее руководители, менялась ее структура. Но, тем не менее, всегда кафедра, и состав кафедры, всегда кафедра была во главе русской исторической науки. Среди там приехавших гостей и вообще всех участников конференции почти все прошли через кафедру истории русской музыки. В той или иной мере. Кто-то учился в консерватории, и закончил консерваторию по кафедре истории русской музыки. Кто-то занимался на ней, уже будучи аспирантом, или даже докторантом, или эспирантом и докторантом. Так что для всех, а не только для Московской консерватории, эта кафедра, в сущности, родная. Тематика конференции шире, чем юбилейная наша тематика. Она, конечно, связана вообще с русской историографией. И в этом смысле мы тоже очень старались собрать и нацелить докладчиков на вот эту глобальную тему. И вот Константин Владимирович говорил о структуре нашей конференции. Она действительно включает в себя вот третий день, это междисциплинарный круглый стол. Он так и называется, пути расхищения русской культуры в 21 веке. И мы очень рассчитываем, дело в том, что этот круглый стол, практически впервые в рамках конференции, мы собираем вот эта такая уникальная ситуация. Мы собрали виднейших, если они, конечно, все это состоится, виднейших специалистов междисциплинарных, близких к смешным нашим дисциплинам, историков, философов, лингвистов, филологов, архитекторов, которые должны вести такой проблемный разговор о том, как будет развиваться наша культура в 21 веке, какие намечены, такая парадигма. И что мы должны сделать, чтобы изучение нашей культуры привело к каким-то таким позитивным результатам. Так что это очень важная часть нашей конференции, так что я всех приглашаю на этот круглый стол. Кроме того, первый день у нас посвящен нашим гостям, докладчики, которые приехали из разных городов, из разных вузов к нам. Второй день — это доклады наших членов кафедры. И таким образом мы все сможем, наши гости смогут познакомиться с интересами и с научной проблематикой, которой занимаются все члены нашей кафедры. Таким образом получается, так сказать, такой смотр и итог и работы кафедры, и в сущности работы вот этого направления отечественной исторической науки, которую возглавляет кафедры. Я надеюсь, что очень будет полезна наша конференция, и она будет и топлива, и такой метафтный характер иметь. И вот, как Светлевич сказал уже, что в результате мы очень ждем сборник, который тоже будет важным вкладом в русскую историческую науку. Я еще раз всех благодарю за то, что вы пришли сегодня на открытие, всех участников благодарю, которые будут принимать участие в нашей конференции. И хочу продолжить нашу круглую, нашу, вернее, торжественную часть тем, что хочу предоставить слово нашим гостям, которые хотели поздравить нашу кафедру. И первое, кому я хочу предоставить слово, это Мироненко Елена Сергеевна, доктор в состоянии, профессор Академии музыки, театра изобразительных искусств, и Шелина. Пожалуйста. Уважаемый директор, уважаемый проректор, уважаемый завкафедрой, и уважаемые все гости и участники конференции. Я большой радостью и любовью приветствую с открытием этой конференции, потому что я сама выпускница кафедры русской музыки, юбилейного сотового русско-консерватории, и все педагоги кафедры русской музыки у меня в большой памяти, причем памяти очень доброй, замечательной. Все годы моей учебы под руководством кафедры была Алексея Ивановича Кандинского, который просто по-семейному относился ко всем музыковедам, и домой весь курс приглашал, у него были картины очень интересные, и он нас обучал не только музыке, но и знал, что развивал, и в изобразительном искусстве. Вот. Всех любовью помню педагогов, и Ярусовский Борис, который читал советскую музыку тогда, он молодому педагогу начал доверять отдельные лекции. Такой педагог был Елена Борисовна Долинская. Я с радостью вижу эту Елену Борисовну, что она в полном здравии, в полной молодости, и очень запомнила первую ее лекцию к ратуре «На страже мира» Прокофьева. Не обидели, Рекс, она в основном и читала как раз, он все время где-то путешествовал по миру, и знал. «На страже мира». Я передаю привет от всей нашей Академии музыки в Кишиневе, от нашего ректора, который тоже выпускница и зачищанка Московской консерватории, это Мельник Виктория Борисовна, она под руководством Максима Полы, от проектора Березинского, которая Аспиратура закончила под руководством Скребковой и Дематовой, вот, и от Киркуновой под руководством Музейкинского, это замкафелька 1, то есть у нас еще в живых много выпускников в Московской консерватории. Все они передают привет и пожелания, несмотря на сложную политическую обстановку в последнее время, все равно любим, помним, и с удовольствием, и с благодарностью приезжаем. Я уже не первый раз, много раз меня приглашают. Большое спасибо. И от нашей Академии, наши научные последние сборники я дарю от имени нашего ректора-проектора. И без моего нажима, но во мне тоже Академия напечатала книгу, библиографический справочник, и вместо официального адреса она передала вам сладкий музыкальный предмет, Торийный называется. Пока. Замечательно. Спасибо огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово предоставляется Александр Владимирович Крыловый, доктор культурологии, кандидат в спецслаблении, профессор проекта научной работы Ростовской государственной консультации имени Анатолиева. Дорогие друзья, большая честь присутствовать сегодня в этом высоком собрании и поздравить замечательную кафедру Истории русской музыки с таким прекрасным юбилеем. Что такое 80 лет? Для человеческой жизни это такая солидная цифра. Что такое 80 лет для кафедры, для сообщества? Цифра тоже не менее солидная, но за ней стоят судьбы людей, которые отданы служению прекрасному и любимому делу. И благодаря их труду создан целый интеллектуальный пласт отечественной культуры, который позволяет России в целом и занимать очень важное место в контексте мировой музыкальной культуры, я думаю, и быть ориентиром для консерватории не только столичных, но и провинциальных консерваторий. Поэтому я низкий поклон привезла от Ростовской консерватории. Я привезла адрес и, конечно, подарки. До того, как я прочитаю адрес, я хочу сказать, что вот буквально со станка сняты две книги. Одна нашей Татьяне Владимировне Франтовой, выпускницы Ростовской консерватории, письма Альцентра Горяча Шнитке, нашему преподавателю Марии Владимировне Ожеговой, все на русскую тему. И монография, я думаю, что на сегодняшний день самая полная, посвященная Александру Ильичу Зелоте. Поэтому я хочу сказать, что вот для нас Московская консерватория это некий ориентир. О том, какую роль она сыграла в становлении Ростовской консерватории, был у меня доклад на юбилее. И эта роль очень значительная. И сегодня она ощутима, потому что выпускники этой консерватории работают во всех структурных подразделениях консерватории. Мы хотим соответствовать этой высокой плавке. Поэтому еще я хочу подарить вам такой символ. Да, вот такой веселый символ. Два собака пара. Мы хотим быть парой Московской консерватории и соответствовать этой идее. Спасибо огромное. У нас будет кабинет, когда мы повесим около выроской кабинет. Если время позволяет, я прочитаю адрес. Итак, Ростовская государственная консерватория имени Сергея Васильевича Рахманинова поздравляет кафедру истории музыки Московской государственной консерватории имени Петровича Чайковского с 80-летием со дня основания. К этой знаменательной дате профессорско-преподавательский состав кафедры подошел с блестящими, известными в стране результатами. На счету вашего коллектива множество покоренных вершин, ярких побед и заслуженных наград. Пройдя длинный и непростой путь, кафедра остается флагманом отечественной музыкально-исторической науки. Высокий творческий и интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава кафедры, неистекаемый энтузиазм и преданность делу служения российской музыкально-исторической науке и образованию позволяет вашему коллективу сохранять и приумножать культурные традиции России, способствовать духовной самореализации молодых талантов, воспитывать новые поколения высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусства. В этот знаменательный день желаем вам творческого вдохновения и признания успеха в решении сложных и благородных задач воспитания талантливой молодежи, дальнейшего роста авторитета кафедры как центра науки, культуры и образования. Искренне надеемся на продолжение сложившегося между нашими вузами плодотворного сотрудничества. С уважением, ректорат и ректор Михаил Петровичев. Спасибо огромное. Слово предоставляется Владимир Робертовича Долокалееву, доктор с господением, профессору зав. кафедры истории музыки Казанской государственной консерватории Нижи Гадова. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, поздравляю кафедру истории русской музыки. И большая честь, и большое удовольствие. Удовольствие потому, что эта кафедра нам очень близка. Вот прямо для меня лично вообще с первых шагов, потому что в моем дипломе обраконения консерватории стоит подпись Елена Борисовна Долицкая, о чем я всегда с удовольствием вспоминаю. В Казанской консерватории. Она была у нас председателем ГЭД. И, собственно, с ее легкой руки началось продолжение уже учебы в аспиратуре и так далее. Аспиратура, кстати, была связана как раз с кафедрой истории русской музыки Московской консерватории, а потом и докторантура. И мой любимый педагог Елена Геннадьевна Сорокина. И вообще, кафедра истории русской музыки для нас совершенно особая, потому что у кафедры есть еще одна миссия очень важная. Она называется кафедра истории русской музыки, но ведь она вырабатывает методологические модели и она курирует музыкальные культуры всех народов нашей страны, многонациональной России, потому что она соединилась с кафедрой советской музыки и теперь это такое огромное хозяйство. И для нас это очень важно. У нас очень много выпускников. Вот я держу в руке адрес, который подписали заведующие музыкальническими кафедрами института. Вот, например, я заведую кафедрой истории музыки выпускник Елены Геннадьевны Сорокиной. У нас заведующая кафедрой музыкально-прикладной технологии Хадеева Елена Николаевна и выпускница Алексея Ивановича Кандинского училась в Московской консерватории. Дальше наши выпускники, они несут эту школу и они работают во всех республиках, которые вокруг Казанской консерватории находятся. А мы для них образовательные темы. Поэтому и Марийская, Чувашская, Удмуртская, Ордовская музыкальная культура это все в традициях и методологии той музыкально-исторической школы, которая формируется на кафедре. Поэтому она для нас очень важна. Это без сомнения одно из ведущих научно-педагогических подразделений России. Ну а кроме того, она находится в Московской консерватории, которая помимо того, что ведущий вуз нашей страны, это еще консерватория, в которой музыковедческое руководство. И поэтому нет у Московской консерватории никаких конкурентов в нашем сердце. Никаких. Я хочу вручить адрес и книгу, которая называется «Музыкальное образование в Казани». Здесь, может быть, будет вам конец 18-го, начало 20-го века. Это дорождение вашей кафедры. Хотя кафедра истории русской музыки получается старше почти всех консерваторий страны. Только саратовская еще чуть-чуть. А остальные все уже вам, видите, годятся. И, собственно, мы о ней есть. Но будет интересно узнать, как выпускники Московской консерватории поставили на ноги музыкальное образование в Казани, в частных музыкальных школах, в музыкальном училище Гумерта, в Родионовском институте благородных девиц, и очень много-много ветвей, которые подготовили вот эту почту. Очень рады всегда быть в Москве, очень рады всегда вас видеть у себя в гостях. Большое спасибо. Спасибо, Абдулла. Спасибо большое. Слово предоставляется декану Теоретико-исполнительской факультеты Саратовской государственной консерватории Эминги Собинова, заслуженному артисту России, кандидатуру скотворения, профессору Сергею Ильичу Местерову. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Абдулла Сергеевич. Кстати, Владимир Владимирович, имена Абдулла. Разрешите зачитать вам торжественный адрес, подписанный ректором Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова Асангельевича Заморина. Дорогие коллеги, от имени ректората, ученого совета, коллектива Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собина с большой теплотой и сердечностью поздравляю коллектив Московской государственной консерватории имени Витальевича Чайковского с 80-летним юбилеем кафедры истории русской музыки. Успехи кафедры истории русской музыки строятся на прочном фундаменте, созданном несколькими поколениями преподавателем высокого профессионального уровня и беззаветного чувства ведомости русскому искусству. Многолетний и благотворный профессоров преподавателей Московской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Чайковского за эти годы позволил не только закрепить и продолжить музыкальные традиции прошлого, но и вывести русское искусство на новые уровни развития, открыть новые горизонты в изучении и осмыслении богатейшей истории русской музыкальной культуры. Сотни выпускников кафедры истории русской музыки работают в разных странах мира, в прославленных учебных заведениях, в творческих организациях России и других странах, являются победителями национальных международных конкурсов, отмечены высокими наградами и званиями. Опираясь на неоценимый опыт прошлого в условиях быстро меняющихся мира, кафедра истории русской музыки остается перспективной, устремленной в будущее, готовой на новое открытие и свершение. Пусть ваши студенты и выпускники гордо держат планку одного из ведущих музыкальных вузов России, где работают лучшие педагоги, где господствует взаимоважение и особое трепетное уважение к музыке, где трепетно относятся к сохранению и приумножению культуры в целом. Пусть прибудут с вами вдохновения, творческий порыв, неиссякаемая любовь к музыке на многие годы благотворного служения во славу нашего Отечества. Директа Саратовского и Саратовского консерватории имели Талия Петровича Особинова Александр Геннадьевич Занова. И в заключение нашей торжественной части я предоставляю слово представителям нашей дружеского московского вуза Татьяна Ивановна Науменко, доктор обоствоведения, профессора завтрашнего теории музыки Российской Академии Музыки Ильи Гнезина. Дорогие коллеги, не только Казанская, Ростовская, Кишиневская и Саратовская консерватории, представители которых только что сказали свои искренние теплые слова в адрес кафедры истории русской музыки Московской консерватории, как и консерваторию вообще, но Гнезинская Академия может быть даже в какой-то степени, как никто другой, должна быть благодарна Московской консерватории за то, что она плод ее интеллекта, ее выпускников, и полностью создана идеями профессоров Московской консерватории, которые стали первыми профессорами Российской, ну, тогда Гнезинского института, а сейчас Российской Академии Музыки Ильи Гнезина, о чем немножко подробнее, я скажу в своем скором докладе, сейчас просто не буду отвлекаться. Хотела бы просто сказать вслед за всеми, что мы это помним, мы это знаем, изучаем, и мы относимся с безграничным уважением и гордостью за то, что в России есть такое учебное заведение. А сейчас от имени нашего ректората я также прочитаю то поздравление, которое меня попросили произнести на сегодняшнем заседании. Дорогие коллеги, Российская Академия Музыки имени Гнезина сердечно поздравляет вас с юбилеем кафедры истории русской музыки. Кафедра была открыта в последние предвоенные годы, и с тех пор она является одним из наиболее выдающихся центров изучения русской музыки в стране и в мире. Ваша роль тем более почетна и ответственна, что именно русская музыка зачастую выступает в роли репертуарной основы деятельности отечественных музыкантов-исполнителей. В исполнении русского репертуара наши певцы, инструменталисты и дирижеры совершенно неподражаемы, и этот высочайший уровень музыкальной культуры поддерживается в том числе и благодаря деятельности кафедры. Написанные членами кафедра труды и учебники всегда служили и до сих пор служат надежной основой образования музыкантов во всех учебных заведениях СССР и Российской Федерации. Квалификации и знания отечественных музыковедов формируются на примере присущего вам профессионального уровня и той высокой планки, которую задают созданные от вами труды статьи, монографии, исследования, учебники. Кафедра всегда была и остается эталоном исключительной преданности делу, научной безупречности и неизменного творческого горения для музыковедов всей страны и мира. Желаем вам оставаться такими же яркими, вдохновляющими и неподражаемыми. С искренней любовью и восхищением ваши коллеги гнесицы по поручению коллектива профессоров и преподавателей Романи Гнесиных и проектов по научной работе Дина Константиновна Федернарская. АПЛОДИСМЕНТЫ